Девушки, всем огромный привет! И всех вас я очень рада видеть на своем канале! Сегодня хочу вам рассказать, поговорить с вами об уходе за лицом. Точнее, хочу вам рассказать всего лишь о двух средствах, которые помогли мне до конца понять мою сухую кожу. Если у вас также проблемы с наступлением холодов, если у вас такая же сухая кожа, как у меня, и если вам интересна эта тема, то, пожалуйста, оставайтесь со мной, будет интересно. Несмотря на то, что я пью достаточное количество воды, и всегда всех агитирую пить много воды, несмотря на то, что я правильно питаюсь, несмотря на то, что я пью витамины, как положено, курсами, у меня все равно сухая кожа. То есть мне с этим нужно смириться и как-то попытаться жить. Да, дело в том, что у меня действительно очень сухая кожа, и это, конечно, жуткая проблема, особенно с наступлением холодов. Чем холоднее становится за окном, тем ярче проявляется сухость моей кожи. Вообще, обычно мое лицо склонно к шелушениям вот в области щек под глазами, и это проявляется очень неприятно. Какие-то небольшие шелушинки, вот в этой области они довольно заметны глазу. И все те кремы масс-маркета, которыми я пользовалась раньше, хорошо справлялись только с одной функцией. Они отлично питали кожу, но именно увлажнения, как такового, моей кожи явно недостаточно, явно не хватает от средств промышленного производства. Ну, вы знаете, те, кто меня уже приличное время смотрит, что я нашла для себя выход, я варю крема сама. Но, к сожалению, не всегда у меня хватает на это времени, и в последние месяца полтора совершенно у меня на это нет времени. Это огромная проблема. Я довела свою кожу до ужасного состояния. У меня эти шелушинки начали очень активно проявляться. А очень маленькие сухости, очень маленькие шелушения, они, видимо, во время сна я их как-то сдираю, потому что у меня абсолютно нет привычки трогать свое лицо чаще, чем нужно. То есть во время умывания, во время макияжа, все. В остальное время я пытаюсь до своего лица руками не дотрагиваться. Так вот, вот эти маленькие шелушинки, видимо, я их сдираю во время сна, и потом на их месте образуется нечто такое прыщикоподобное. И чем суше мое лицо, тем больше вот таких вот каких-то маленьких микровоспалений. Смотрится это не очень хорошо. И, может быть, даже со стороны может казаться, что у меня кожа вовсе-то и не сухая, а склонная к жирности, такая какая-то комбинированная, потому что очень много каких-то таких маленьких прыщиков возникает. Так вот, к чему я все это веду? Веду я все это к тому, что я нашла два средства, которые помогли мне справиться с этой проблемой. Честно вам скажу, я на них вообще не рассчитывала. Серьезно. Я думала, что дай бог, если оно мне поможет как-то пережить, перекантоваться то время, когда у меня появится немножко свободного пространства, свободного времени, чтобы я сама сварила себе крем. Но эти средства меня действительно очень поразили. Речь пойдет о двух сыворотках от корейской марки It's Skin. Дело в том, что эта марка появилась не так давно на нашем отечественном рынке, но я так погуглила, походила по интернетам, видела, что они очень много чего производят, причем не только из уходовой косметики, но и из декоративной. Как я поняла, пока на наших рынках представлена только уходовая косметика. И вот эти две ампулки продаются в магазинах «Подружка» по 500 рублей за штуку. И вот о них я вам сейчас буду чуть-чуть подробнее рассказывать. Ну, началась моя самая большая любовь вот с этой ампулы. Вообще, производитель обещает нам, что она направлена исключительно на увлажнение и обладает вот этакими редкостными увлажняющими свойствами, обусловленными наличием в ней определенных экстрактов, компонентов, видимо, исключительно корейских, потому что я так посчитала, прошлась глазами по составу и не увидела именно активных компонентов, которые я бы знала на нашем отечественном рынке. Но это, видимо, знаете, такая особенность местной кухни, ну, грубо говоря. Вот эта сыворотка обладает действительно исключительными увлажняющими свойствами. Она привела мою сухую-сухую-сухую кожу в порядок за три дня. Серьезно, я вообще такого не ожидала. То есть на третий день я сидела и почти весь день лапала свое лицо. И не могла понять, оно такое, знаете, напитанное, увлажненное, насыщенное, шелушинки пропали. И я просто сидела, разглядывала себя в зеркало и трогала лицо руками, что со мной не случалось уже очень давно. Я вообще против того, чтобы лишний раз трогать лицо руками и заносить лишнюю заразу туда. Но вот эта сыворотка меня просто поразила. Во-первых, внутри у нее вот такая вот ампулка, знаете, как в капельках для носа в свое время были. И пипеточка. С помощью пипеточки вы наносите на ладошки буквально 2-3 капельки. По моему опыту, 2 капельки на все лицо, это выше крыши, но предварительно лицо лучше, конечно, протереть тоником. И вот эти 2 капельки вы чуть-чуть распределяете по кончикам пальцев и наносите на все лицо по массажным линиям. Впитывается, ну просто в миг. И результат, ну конфетка. Я просто в шоке. Серьезно, девочки, за 3 дня она привела мою кожу в практически идеальное состояние. У меня пропали вот эти все покраснения, у меня пропали шелушинки. Ну не за 3 дня пропали вот эти, знаете, прыщики такие маленькие. Они пропали где-то на 5-й день. Но кожа у меня в идеальном состоянии. Сейчас у меня на лице только пудра и консилер под глаза. Все. То есть это просто вау-средство. Я не знаю. Вот серьезно, вот эту синенькую ампулку я буду покупать еще и еще. Недавно зашла в магазин, хотела купить еще одну. Ну блин, уже все расхватали. Слушайте, это же какой-то кошмар. И девочки, продавцы, консультанты говорят, что да, хватает только так на самом деле. Вот. И вторая сыворотка, которая у меня есть, она в принципе делает упор исключительно на питательные свойства. Так вот. Сыворотка с прополисом. И вы знаете, насчет питательных свойств, то есть я не могу выразить насчет нее какие-то невероятные, неописуемые восторги, как, допустим, по поводу этой сыворотки. Только просто вернула мою кожу в человеческое, нормальное, красивое, адекватное состояние. А вот это уже стало как-то поддерживать в хорошем состоянии мою кожу. То есть она отлично идет после грязевых масок, после глиняных масок. Вполне хватает вот этих двух небольших капелек, нанесенных на лицо, чтобы восполнить вот эти вот все травматичные действия, оказанные такого рода пилингами, скажем так. Я пробовала, кстати, знаете, использовать ее соло несколько дней и поняла, что вот без этой я не могу жить, к сожалению. Вообще сейчас без этой сыворотки я жить не могу. Ну и видно, да, какую я больше всего использую. Что касается экономичности, как я уже и говорила, это всего лишь две капельки, которые вы растираете по пальчикам и наносите на все лицо. Я читала, есть несколько отзывов в интернете, их пока еще очень мало, потому что, как я понимаю, марка новая. И кое-где пишут, что чувство липкости присутствует. Так вот, девочки, чувство липкости с этими сыворотками присутствует только тогда, когда вы с ними переборщите. То есть две капли на лицо для меня нормально, а три капли это уже как-то многовато будет. Таким образом, примерный расход по этим сывороткам у меня получается две капли на лицо и две капли на шею. Мне кажется, это довольно экономично и при использовании два раза в день вполне себе такого одного бутылька хватит на два месяца спокойно. Ну, во всяком случае, мне. Что касается цены, то стоят они, как я уже говорила, по 500 рублей за ампулку. В ампулке 30 миллилитров. Я, кстати, прошертила еще интернет. Пошла, прогулялась на eBay. Думаю, ну может там дешевле заказывать. Нет? Цена получается примерно такая же. Так вот, я уже говорила, что недавно пошла я опять, значит, в подружку. Думаю, посмотрю, может еще что-нибудь, какие-нибудь мне с сыворотки-то приглянутся. А там у них уже стоят, значит, тоники, эмульсии и кремы. Причем мне очень приглянулась линейка с гиалуроновой кислотой, но там не было эмульсии. Поэтому я как-то и не стала брать с домом. Короче, резюмируя и подводя итог. Очень классно. Очень хорошо. Вот без этого вообще не знаю, как я сейчас буду жить. Вообще не знаю. Не дай бог, кончится через два месяца. И я не смогу ее найти. Это будет просто беда-беда. Самая большая беда, если честно. Короче, девочки, у кого такая же проблема с кожей, у кого шелушение, сухость, у кого прыщики, связанные с сухостью, присмотритесь. В общем, девушки, я надеюсь, что мой энергетически позитивный посыл был вами услышан, что вы сделали нужные выводы. Надеюсь, что вы со своей кожей справляетесь намного лучше, чем я. Если у вас такая же сухая кожа, пожалуйста, расскажите мне о своих любимых средствах. Может быть, мне что-то подойдет из ваших советов. Очень хочу на это надеяться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем красивой, красивой, сияющей, нежной кожи. И всем пока-пока.